Друзья, когда стандартные методы изучения языка не приносят желаемого результата, пора пускать в ход тяжелую артиллерию. Вы знали, что в нетрадиционной медицине лечат мигрени какой-то металлической пластинкой на лоб? Да? Это отлично. Мы тогда прибегнем к unconventional способам изучения языка. Мы сегодня добавим в вашу жизнь немного английского, чтобы добиться видимого прогресса. И советы просто пушка, ребята, отвечаю. С вами Американская Академия и онлайн-школа английского языка Skyeng. Начинаем! Ну, ребята, вы дисклеймер увидели, поэтому сегодня я дополню советы полезной и безопасной альтернативой. Номер один. Запоминайте, кстати, новое слово Это очень полезное слово и значит, что Это как примерно у меня за камерой стоит. Пойдите в комментарии англоязычного видео на ютубе, реддит, неважно куда, и там просто напишите какое-нибудь не очень популярное мнение. Допустим, Трамп это лучший президент в свою историю Америки. Я жду, не дождусь, пока Финляндия и Норвегия войдут в состав России. Короче, запостите ваши комментарии и ждите. Когда люди сбегаются в интернете на шест-сторм, сразу появляются граммар-нации. Это люди, которые не только будут спорить с твоим аргументом, а еще придираться к твоим грамматическим ошибкам и смысловым ошибкам. Прежде чем Норвегию присоединять, лучше понять разницу между your и your. Y-O-U-R-E это сокращение you are, то есть как you're absolutely right. То есть то, что вы не прочитаете в комментариях, где шест-сторм идет. А your переводится как ваш, твой, америкашка ваш, или вот наши американские тупые шутки. Если посмотреть на любой пост у меня в инстаграме, у меня всегда есть русские граммар-нациз. Ну это нормально, на самом деле, ребята, я как-то... А вот наличности вполне могут перейти во время шест-сторма. В общем, бесплатный спелл-чекер гарантирован. И когда шест-сторм будет прямо в самом разгаре, ты можешь туда бросить, не знаю, рабочий имейл, школьный эсей, и ошибки поправить. Даже никто не заметит, что это не по теме. Альтернатива срачу... Или срачу? Альтернатива срачу в интернете? Ребята, да нет никакой альтернативы вообще. Это реально действенный метод изучения языка. И напишите в комментариях, если вы его пробовали. Хотя нет, подождите. Лучше, конечно, скачать наш бесплатный PDF-план английский для саморазвития. Мы не так давно его обновили и добавили еще больше полезных советов для прокачки английского и практики. Вы не только будете читать пошаговые рекомендации наших методистов, а еще и закреплять их в практике. Плюс такого формата в том, что это в призме можно где угодно делать. Поэтому как только у вас появится свободное время, загляните в наш план и тратите его с пользой. Ссылка, как всегда, мы оставим в описании, поэтому переходите прямо сейчас. Считайте это просто еще одним советом, авансом. Разговаривайте со всеми дома и на работе только на английском. Когда к вам будут прощаться на русском языке, вы просто говорите Именно таким голосом. Ребята, это прекрасная возможность придумать для себя новую личность, особенно если ныношное не до конца устраивает. Я, когда мне было 15 лет, я устроился на работу кассиром Walmart. Если вы не знаете, что это такое, это типа как американский аналог Ашана. И я всегда с каждым новым покупателем я разговаривал с другим акцентом. И вот я таким образом как-то начал прокачать свои актерские навыки. Поэтому вы можете делать то же самое, только с английским. Да, сначала придется задействовать все ваше актерское мастерство, а потом бороться с искушением откликнуться на Машу, Игоря, или как вас там зовут. Но потом вы тянетесь. Даже пару недель в таком режиме сделают ваш английский намного увереннее. Правда, вас, наверное, уволят, и твои соседи съедут, даже если это твои родители. Но и че? Ну, может быть, просто дадут вас в пустковарят. Американский след. Как США с помощью масс-меди зомбируют русских? Я люблю писать сценарий. Ладно, 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 ребята, я на самом деле пойму, если вы пока что к таким жертвам не готовы. На самом деле, можно просто начать с малого, устроить день английского. English day — это когда просто один день в неделю говоришь только на английском, общаешься со всеми только на английском. Есть вероятность, что этот день просто превратится в день тишины. Не очень выгодно, наверное, для изучения языка, но неплохо. Совет номер три. Get a tattoo in English. Короче, не можете какое-то слово запомнить на английском, сразу набейте его на теле, но чтобы это было прям видно, ребята. И шрифт выбирайте не очень широкий, потому что нам нужно набить очень много слов. И я уверен, что каждый второй будет задаваться вопрос, типа, Поэтому ты точно это запомнишь. Если все-таки переживаете, что на вашем теле не хватает мест, тогда попробуйте вспомнить наши старые добрые стикеры. Даже в Skyeng есть целая статья, как использовать стикеры, чтобы это было полезно и эффективно. Мы обязательно сделаем хотя бы один слайд в конце видео с этими словами, поэтому смотрите до конца. До конца. До конца. До конца. До конца. До конца. Совет номер 4. Teach your friends. Ну, ребята, просто teach your friends English. Даже если они сопротивляются, это очень полезно. Правда, сначала вам придется научиться делать какие-то надежные морские узлы, чтобы они не смогли освободиться. Но объективно, чем вы занимаетесь со своими друзьями в реале или в зуме? Виничко пьете? Политику обсуждаете? В кино ходите? В театр ходите? Это банальщина, ребят. Банальщина. А вот обсуждать как надо использовать present perfect, вот это я понимаю времяпрепровождение. Объясните правила, которые кажутся вам сложными. Вы думаете, как Таня выучила английский? Она просто вам поясняла все правила, а вот и со мной все выучила. Хитренькая. А потом у нее появилась америкашка в жизни, теперь она мне пишет прям каждый день. Ну, хотя бы на английском. Если вы хотите проверять друзей на прочность, как быстро они заплакируют твой номер или как быстро они напишут заявление в полицию за жестокое обращение, тогда ограничьтесь английским чатом в Телеграме. The first rule of the chat is you do not talk about the chat. А второе правило чата переписывайтесь только на английском. А чтобы там была какая-то постоянная активность, придумайте постоянные рубрики специальные. Слово дня. Например, знакомый вам уже ну и какой же Телеграм-чат без мемасиков и видосов на английском. Посмотрите вон сюда. Это пример. С более-менее безопасными методами мы уже разбирались, но если это вам кажется немного как-то слишком low-key или слишком easy, тогда у меня есть какие-то более рискованные идеи для вас. Совет номер 5. Киднап а кид that speaks English. Вам ведь придется разговаривать с этим ребенком, пока вы его держите в заложниках. Ну и вы обязательно потом свяжетесь с его родителями, чтобы просить выкуп. A ransom. Сразу возьмите себе на заметку новое слово. Выкуп. A ransom. Но перед звонком надо немного поработать над своим акцентом, чтобы не сразу поняли, что вы русскоязычные и облегчить им ну, поиски. Забрать выкуп на английском будет напишите потом в форумах, чтобы понять, как это безопасно сделать. Ну ладно, если вы скучно и не хотите водиться с чужими детьми, это нормально, можно найти легко англоязычного собеседника онлайн. Для этого есть специальные площадки вроде BUSU или find a conversation exchange на сайте Fluent in 3 months. Можно поискать в фейсбуке группы экспатов в своем городе или стране. Как правило, они не против новых знакомств ну, среди местных. И в те дни, наконец-то, зарегистрируйтесь и соберите в право только иностранцев. Совет номер 6. Go to jail in an English-speaking country. Езжайте в США грабить супермаркетов. Ну, когда откроют границы, конечно. Там, в тюрьме, надо общаться с охраной, с камерниками, только на английском. А вот в данной ситуации можно и нужно говорить с русским акцентом, чтобы сразу все поняли, что ты авторитет. Who are you, asshole? Это стопроцентное погружение в языковую среду. По сути, придете расхищелиться только на один билет. в один конец. Вот вам несколько слов, чтобы точно с первых дней стать своим в тусовке. Beef. Нет, не говядина, а конфликт с кем-либо. Терки. I've got beef with that guy in black D. Это и рэперский слень и тюремное заодно. He spent almost three weeks in jail. I got jigs. Я постою на стрёме. Это типа новый вариант. I'm on the lookout. Peels. Это оранжевая тюремная форма, как можно увидеть, допустим, в сериале Orange is the New Black. Girl, you look snatched in that peels. У peel есть еще и повседневное значение. To peel это чистить кожуру из овощей и фруктов. То есть to peel potatoes, to peel a banana. А еще есть слово ладно, в принципе, можно до этого остановиться. А кто там просил тюремных словечек? Да, я читал твой коммент. Получай. Если вы боитесь злых сокамерников, что я могу вам сказать? Зануды вы все. Просто у вас нет авантюризма. Езжайте за границу, опять же, когда они откроют. Станьте, я не знаю, волонтером, чтобы не нарушать закон, не терять кровь. Для многих волонтерских проектов средний уровень английского это вполне достаточно. Поэтому дерзайте. Езжайте и станете волонтерами, потому что это очень крутой способ прокачать свой английский, во-первых, а еще быть социально ответственным. Совет номер 7 Join a cult. Секта. Вот это очень бюджетный способ прогрузиться в языковую среду. Вы уже и так части моей секты, поэтому ну, можно и так стать частью другой. Этот совет особенно подойдет интеравертам, кому сложно удается small talk. Никогда не знаешь с чего начать разговор, на какие темы поговорить. А вот тут сразу указываешься в среде людей с общими интересами. Можно спокойно обсуждать вчерашние жертвоприношения. Вот несколько полезных слов на тему сектанства. To brainwash промывать мозги. My family thinks that I joined the cult because I've been brainwashed. Can you believe that? They just don't understand my love for English. To worship поклоняться. Guys, I'm thinking about starting a cult that worships the Oxford Dictionary. What do you think? Попробуем. Если массовый гипноз и ЛСД это не твоя тема, тогда, ну, выключайте это видео прямо сейчас. Хорошей альтернативой секции может стать разговорный клуб. Why not? И если вы пока что не особо бегло говорите, вам психологически комфортнее будет общаться с людьми своего уровня. А преимущество разговорных клубов в Skyeng в сравнении с сектами в том, что это все проходит онлайн. Ребята, не надо жить в какой-то палатке в лесу. Болтать можно прямо не выходя из дома. И для учеников это бесплатно. Поэтому с преподавателями вы оттачиваете навыки, не отходя от кассы, а потом практикуете их с другими учениками. Я не намекаю ни на что, ребята, но есть промокод Америкашка, который вам даст плюс два урока при первой оплате занятий в Skyeng, а потом разговорные клубы будут бесплатно доступны. Блин, теперь это прям точно звучит, как будто я зазываю вас в секту свою. Ссылочку оставили где? В описании. Такие вот у меня идеи. А сейчас на экране появятся все обещанные слова из видео. Ребята, сделайте скрин для татуировщика, или выписывайте себе на стикеры, или добавляйте это, по крайней мере, в приложении. Ребята, я очень надеюсь, что вы поняли, что это шутка, это ирония, это юмор, это юмор, это жок, и что вы не планируете похищение какого-то ребенка американского посла. Это будет плохо. И это все к чему? Что английский можно изучать прям сотнями разных способов. Учить слова по учебнику, соревноваться в знаниях разовых глаголов с котом, заранее зная, что победишь, смотреть телетабиз в конце концов. И все эти способы будут правильными и не стыдными, если они работают для вас, если они добавляют больше английского в вашу повседневную жизнь, если они заставляют вас влюбляться больше в язык. Не бойтесь пробовать разные подходы и найти что-то интересное и полезное для вас. Но только легальное. Ну что, ребята, с вами был Америкашка Деми и онлайн-школа английского языка Skyeng. Have a good one. Субтитры сделал DimaTorzok